На самом деле рубленые шрифты, как я и говорил в прошлой лекции, появились изначально вместе с брусковым, вместе с верширными, как отдельный, очень древний, неконтрастный тип шрифта, причем помимо того, что он неконтрастный, он еще, о боже, без засечек. То есть в то время это понимали, как просто самый архаичный тип шрифта. Именно поэтому можно понять, почему чихол изначально приняли за психу, потому что до чихол, лет 10 до чихол, до рубленых шрифтов, это был архаичный шрифт, которым используются только прописные. И тот приходит чихол и говорит наоборот, рубленый шрифт это самый модный шрифт, который мы будем использовать только строчный. Понимаете? То есть это было очень эпатажное завещание. Это я вам тоже показывал, просто у меня перерыв между этими лекциями в других учебных заведениях неделях. Поэтому я немножечко возвращаюсь. Самое первое название рубленых их называли египетскими, потом в дальнейшем их назвали сан-серифы, то есть без засечек, гротески. Также к древним старым гротескам иногда прикрепляется в названии слово готик, значит готский шрифт, то есть то же самое, что древний. Вот он, значит, первый сан-сериф из каталога Бауэрн Бэффен 28-го года. А это сан-сериф Фиггенса, я вам про него рассказывал, он кирилизован, продается под названием Фигген Санс, продается вместе с шотландкой. Шотландка называется скотч-мотерн и вместе этот комплект называется модерн сьют, не гаши. Фигген Санс, сан-сериф Фиггенса тоже был нарезан только прописные, у него не было строчных. Это вот статья из журнала, в котором используются вот этот вот самый первый Фигген Санс. Мы видим, что здесь в основном шотландка и Фигген Санс. То есть в принципе, чтобы создать атмосферу вегетарианского периода, вам можно купить модерн сьют, для этого он и продается. Да. Что? Нет, там не было защищено. А на верх не было против? Где? Вот здесь вот нету. А в предыдущей строке, вы же что-то сказали? Нет, здесь не было. Нет, вот я имею в виду вот это выставку. Не, 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 это просто грязь. Нет, 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 этого нет. Просто он очень кривой. Это первый гротеск, понимаете? Название гротеск. Опять-таки, сразу поневелюсь. Гротеск очень странный, непонятный шрифт. Гротеск Лили Моторова Бута, который, в принципе, принадлежит Роберту Торму, вы помните? Он был занарезан со строчными. Очень узкий, ровноширенный, очень закрытый, видите, очень закрытый шрифт. Причем, если кто-то из, кто-то когда-то, например, вы Данилу Воробьеву живете, да? Данила Воробьев вам точно будет рассказывать, если вы спросите, в чем разница между старыми, новыми и гротесками, как и одна из таких показателей, он будет показывать закрытую сепертуру. Типа старая и гротеская сепертура приоткрыта, новая и закрыта. Покажите мне. Герметика узкая. Одним словом. Окей. К концу вегтерианского периода гротески достигли необычного развития. В принципе, уже начали использоваться как текстовые шрифты. Это отличные текстовые гротески уже в 1860 году из каталога «Боснтайфауны». Причем, именно в этом же каталоге появляется отличный курсив гротесков. Во всех книгах, которые я до сих пор читал на русском языке, было сказано, что первый настоящий курсив, гротесков, а чем отличается курсив от просто наклона в начеркании. Кто не может сказать? Буквы изменяют свою графему. В латинице это видно более четко и более понятно, чем в кирюлице. Потому что кирюлице большинство украшенных, которые они прописаны. Так вот, во всех книгах написано, что первый настоящий курсив появился у Гильсанса. И именно это отличает гуманистические гротески от статических. Настоящий курсив у статических гротесков, у старых, у многих, у гильветик, у франканготик. В основном наклонные начертания так и есть. Но, как факт, 1874 год, мы видим совершенно отличный курсив у гротеска. Инглиш гротеск, английский гротеск, 1874 год, очень совершенно замечательный текстовый гротеск. То есть, уже примерно в следующей половине митрианского периода гротески уже заняли позицию более-менее текстовый шрифтовый. В 1878 году в Кэслан Циркуляр, это издательство, словолитвец Кэслан, газета такая, словолитвая, посвященная проблемам типографии. Выходит большая статья, которая называется «Дорические строчные», в которых исследуется, могут быть ли у дорического шрифта строчные, могут ли они использоваться. И приходит понимание, что дорический, древний, неконтрастный шрифт без осечек в принципе может выступать и в плане не только акцидентного, но еще и текстового шрифта. И, наконец, в 1880 году Фердинан Бенхарт нарезает свой знаменитый рояль «Гротеск». Это самый первый текстовой гротеск при научных публикациях в Прусской Королевской Академии Новых. Основной текст в этих публикациях набирался от «Ювэй», а гротеском игрались примечания. Именно в этот момент мы можем увидеть, как идет смешение, подбор различных гарнитур. То есть смешивается уже «Антиква» и «Гротеск» в одном издательстве. Это первый такой гротеск для текста. Потом в дальнейшем Фердинан Бенхарт переработал свой брит-гротеск, который он назвал, то есть королевский гротеск, переработал, назвал его «Брит-гротеск». И слововительность Шердинан Бенхарт выпустила в 1880-80 году. В принципе, этот гротеск прародитель всех статических гротесков, как из старых, так и от новых. От него можно протянуть веточку и к реалу, и к гильбетике. И, наконец, в 1898 году происходит прорыв. Бертольд выпускает «Акцидент гротеска». Это был ход конем. На самом деле «Акцидент гротеска» — это самое первое, так можно назвать, суперсемейство. Бертольд взяла средний британский гротеск средней насыщенности, она взяла «Узкий гротеск», который раньше продавался под названием «Гротеск шельтеренгески», то есть слово «Литний гротеск». И издала это под названием «Акцидент гротеск нормальный», «Акцидент гротеск узкий», «Акцидент гротеск тощий», «Акцидент гротеск толстый». Понимаете? То есть это первый раз, когда под одним общим названием собрали несколько разных шрифтов и начали их продавать как «Акцидент гротеска». Ацидент-гротеск был реализован тоже практически сразу, там несколько лет прошло. Это вот акцидент-гротеск типографии Ливы 1902 года. Мы сразу же можем понять, откуда в нашей типографике такие буквы Ж. В принципе, вот это вот стремление статических шрифтов к горизонтально-вертикальным решениям, они характеризовали вот такие буквы Ж, вот такие буквы К, понимаете, да? А это вот узкий гротеск, узкий акцидент-гротеск, но то же самое, что это в английском. А ну то, что есть буквы К, где? Как? Чего? А, почему она такая узкая? А что случилось в буквы Ж? Такой шрифт. Такой шрифт. Вот, это на самом деле, вот это вот одно из тех, что отличает старые гротески, статические старые гротески, от новых статических гротесков. Статические старые гротески, они просто более кривые. Как бы, опять-таки, я для себя до сих пор не сделал окончательный вывод, в чем отличие новых статических гротесков от старых. Я вам сейчас еще это немножечко дальше покажу. Поэтому я не могу это очень сильно аргументировать. Эта идея продавать гротески по начертаниям очень-очень сильно понравилась, естественно, словолитчикам, бабло. И сразу появилась целая плеяда подобных гротесков. Вот очень известный штемпель выпустил в 1903-м «Реформ-гротеск». «Реформ-гротеск», в принципе, частично кириллизован. В 2009 году выпустили в кириллице «Реформ-гротеск», даже этот «Реформ-гротеск» получил премию в кириллице 2009, но только узкие начертания. И он был очень популярен в определенное время у наших типографов, когда я даже, по-моему, года два назад в Британке преподавал у Шороха. Там все журналы делали вот этими узкими, как бы «Реформ-гротеск» акцидентами. Если мы посмотрим на «Реформ-гротеск», то это тот же очень статический гротеск. Здесь еще есть легкая динамика ширин, полузакрытая арбитура, но все равно закрытая. Очень характерный шрифт. Опять, основное отличие, которое декларируют современные типографы между старыми статическими гротесками, что значит статический гротеск? Это ровноширинный, закрытый тип шрифта. И новыми статическими гротесками это качество формы. То есть считается, что новые статические гротески, гильветика и изусними, это улучшенные версии старых. Я, когда готовился к этой лекции, когда изучал плотно все эти темы, встретил очень много гротесков довоенных, которые, если бы я сейчас показал их современным людям, они бы были уверены, что это гротески после 60-70-х годов. Например, Эдель Гротеск. Посмотрите на этот шрифт, это шрифт 24-го года. То есть если на него посмотреть, это практически гильветика. Абсолютно закрытая апертура, плотные, большие, занимающие матрицы буквы, туда же не надо дать некое стремление к суперэлитичности. Видите, вот он, Эдель Гротеск. То есть очень и очень конкретно сделан и, в принципе, абсолютно такой вот лежащий к новым гротескам. Или вот, например, индустрия 1914 года. Посмотрите, как современно выглядит Эдель Гротеск. Видите, если я не говорю, что это 14-й год, все были уверены, что это 70-е и 80-е годы. Вот он, Эдель Гротеск. Хотя, например, вот такая буква А. Ну, опять-таки, вот эта вот разница между новыми статическими гротесками и старыми статическими гротесками. Лично для меня не обоснованно, не как бы очень-очень расплывчато. Может быть, действительно, Данила Воробьев, он не сумел мне это объяснить. Может быть, он сумеет объяснить вам. Но я всегда думаю, что ответить по этому поводу. Это все группа статических гротесков. Понимаете? То есть, гротесков равноширинных, закрытых или чуть-чуть приоткрытых, но все равно более-менее закрытых. Один из таких гротесков, очень известный, это Гротеск Бауэра Венус. И именно этот тип гротесков, статические гротески, после войны все совалитные обновили. То есть, после военный период. У них нет времени разрабатывать новые шрифты, но нужно зарабатывать вторую мировую. То есть, после Второй мировой войны как раз появляется группа, которая называется неогротески, то есть новые статические гротески. В принципе, это старые гротески, которые словолитные обновили, улучшили. Появился фотонабор, они смогли улучшить форму. Но фактически это тоже тип шрифта. Закрытый, статический, равноширенный тип шрифта. Например, вот Венус Бауэра 1515 года, а это уже 56-го года. Кстати, вот этот шрифт Венус, очень многие часто путают с герметикой. Вот он, видите? То есть, в принципе, очень закрытый, очень равноширенный шрифт. С некоторыми кривоватостями, которые не свойственны герметике. Но, в принципе, вполне способен как бы неогротески. А как раньше мы делали? В смысле? Ну, день рисовали, день. Ну, бумажки. Не имейте в виду кусочки. Для фотонабора, как делали шрифты? Как делали шрифты, рисовали тучи. Так, нет. А потом, что было конечным... Конечным результатом была матрица. Матрица. Матрица – это такой большой круг, в котором на пластинке, фотопластинке располагаются буквы. Наборная машина на пленке выводила эти буквы. Вы получали вот такую фотопленочку с текстом. Это я понял. У меня интересный вопрос, как с бумаги. Вот я рисовал букву. Да. Фотографируем. Фотонабор. Фотографируем на фотопленку. Нет, сейчас. Я рисовал букву. Да. Мне надо изменили сделать матрицу. Да. Ты ее фотографируешь. Да. Ножного размера. Помещаешь ее на круг, который называется матрица. Этот круг вставляешь в фотонаборную машину. И она с этого круга, эти буквы, переводит на пленку уже наборную тексту. Потом ты получаешь эту пленку, вырезаешь ее, клеешь. Я, между прочим, успел работать таким образом. Когда я начинал работать в своем первом израильском журнале, тогда компьютер только-только развивался. Это будет 92-93 год. Понимаете? То есть, тогда мы вырезали из пленки. У нас даже плашечки были, как такие липкие ленты. Знаете, разные порученные типографские плашки. То есть, запах идиоглея и японский нож. И все-все руки в порезах. Вот это был признак типографа. Хорошо, вернемся к нашему гротеску. Итак, Венус. Швейцарский гротеск. Очень швейцарский гротеск. До появления гельветики. Очень был любим поклонниками швейцарского стиля. У очень многих плакатов швейцарцев. Рокмана, Хоффмана. Вы увидите гротеск Венус. Очень многие уверены, что это и есть та самая гельветика. Бауэр выпускает Шрифт Стандарт, который в принципе более-менее акцидент гротеск. Видите? Старый эстетический гротеск. И, наконец, Бертольд выпускает акцидент гротеск с 64-го года. А разница между акцидент гротеском и гельветикой, это разница между ареалом и гельветикой. Многие люди, которые наслышаны до шрифты, но не знают очень много про это, будут утверждать, доказывать, что гельветика это улучшенная версия ареала. Это не так, это два разных шрифта. Гельветика относится к новому статическому гротеску, а ареал относится к старому статическому гротеску. И разница между ними тоже обусловлена этим. Нью Хаас Фаундри, Нью Хаас Фаундри, тоже выпускает обновленную версию своего гротеска, которая называет Нью Хаас Гротеск. Изначально этот гротеск назывался Хаас Французиш Гротеск, то есть французский гротеск. И этот французиш Гротеск изначально был основан на том же самом Брит Гротеске, британском гротеске, про который он рассказывал. Как и акцидент Гротеск. То есть можно сказать, что и гельветика, и ареал в своих предках имеют Брит Гротеск. То есть это вот как бы Гротеск, который дал все. Вот он, Нью Хаас Гротеск, авторство Эдварда Хоффмана и Макса Мерингера. А директором в этой компании вступал как раз Эдвард Хоффман. И тут очень интересная история. Эдвард Хоффман, хотя имел дизайнерское образование, никогда дизайном шрифтов не занимался. Он был кимовый жором. Он продавал шрифты на фирме Хаас Таймфаундри. Но вот именно в этом вот Гротеске, Нью Хаас Гротеск, он выступал арт-директором. Есть очень интересные снимки вот этих записных книжек Хоффмана, где его рукой используют, как бы показаны правки. И написано, что вот эти буквы нормально, их можно использовать. Как только Нью Хаас Гротеск вышел, ему сразу снили название. Решили, что название Нью Хаас Гротеск будет продаваться плохо. В то время очень был моден швейцарский стиль. Швейцария в латинице, это значит Гильбетция. И решили назвать шрифт Гильветика, значит Швейцарика. Это чисто маркетиковый ход. Очень долго Гильветика продавалась именно с двумя названиями. То есть Гильветика Нью Хаас Гротеск. В принципе, есть аргумент в пользу разделения старых статических гротесков и новых. Этот аргумент системность и количество начертаний. Сейчас мы получаем франклинг готик тоже порядка 15-16 начертаний. Но нужно помнить, что изначально статические гротески выпускались, дай бог, в 3-4 начертаниях. Гильветика сразу вышла в 16 начертаниях. А еще один новый статический гротеск, который называется Юниверс, был выпущен тоже где-то, по-моему, в 18 начертаниях. Причем эти начертания были неполные. То есть сама система начертаний, вот она, которую придумал Фрутигер к Юниверсу, она включала, как бы он шел через шаг. То есть там был цифрный индекс для каждого начертания. То есть он первый систематизировал вот эти начертания на обморке каталога. От узких к широким и наклонные, от узких к широким, от тонких к толстым и наклонные. То есть гильветика и Юниверс это шрифт, который имеет очень-очень много различных начертаний. Понимаете? Такого у старых гротесков, у франклинг готик, у ньюс готик вы не найдете. Вот он. Вот. У него, по-моему, была рассчитана система на 38 начертаний, из которых он, по-моему, уже 17 выпустил. То есть он просто идет через один начисленный индекс. Он всегда, как бы, говорит, вот это вот Юниверс 78, это Юниверс 82. Подразумеваете, что между ними еще, как бы, может быть какой-то средн, понимаете? Вот. Но он первый, который озаботился, Фрутигер, именно системностью начертаний к гротеску. То есть можно делать очень узкие, можно делать очень широкие. Вот это вот Юниверс номер 59. Видите? То есть это очень узкий тонкий юниверс. Соответственно, 69 будет более широкий, а 89 будет более узкий. Более широкий. Вот я, в принципе, эту систему не очень подробно знаю. Но этот важный фактор. А вот Юниверс 73, видите? Более широкий. А гельветика, кстати, и Юниверс, но гельветика даже больше. Это самый первый каталог гельветики. Видите, сколько там начертаний. Видите? Лайт, регулятор, регулятор, медиатор, болт, болт, а так далее. То есть огромное количество начертаний. Это самый первый каталог. Гельветика была очень разрекламирована модернистскими дизайнерами. То есть каталог гельветики делал Ганс Рубер Босфорд. Каталог гельветики делал Карл Тейги. То есть все такие известные модернисты и художники были задействованы в пиаре гельветики. То есть гельветика это было очень спиарнейшее. Это одна из самых первых кирилизаций гельветики, сделанная в России. Очень странная. Мы можем видеть здесь решение, которое характерно болгарице. Этот шрифт вы можете увидеть в титрах к фильму Тримушкетера. Вот этого, знаменитого из Боярска. Обязательно посмотрите титры к Тримушкетеру. Это, по-моему, единственный момент, когда использовался этот шрифт. Больше я его нигде не видел. Нет, на всех этих же каталогах, для плаката, он везде был, и был прям как на диске. Окей. Но это вот одна из самых первых очень странных кирилизаций гельветики, которые я встречал. Посмотрим. Давайте еще раз разберемся, что есть старый, а что есть новый статический гельветик. Наверху у нас старый статический гельветик, здесь у нас гельветик, здесь у нас юнверс. Формально франклинг готик относится к старым, этот относится к новым. Если мы посмотрим, мы можем видеть просто улучшилось качество формы. Во-первых, есть стремление к суперэлектричности, то есть стремление к равноширинности заняк матрицу. То есть и здесь, и здесь буквы О чуть-чуть более оквадрачны. И этот шрифт, и этот шрифт, они чуть-чуть более равноширины, чем этот, чем верхний. Этот шрифт, и этот шрифт, абсолютно закрытая апертура, там апертура чуть-чуть приоткрыта. Понимаете? Если мы будем вглядываться в форму А, мы увидим, что здесь и здесь она более ровная, улучшенная. И этот шрифт, и этот шрифт, это шрифт для больших размеров. Гельветика особенно. Гельветика не рекомендуется, гельветикой прагматикой не рекомендуется набирать тексты. Если вы наберете текст гельветикой прагматикой, начнете это читать, вы сдохнете со слухи. Меняете этот текст на ареал, если это маленький кеколь. Или, например, на франклинготик, читается легко. Понимаете? И это же разница, между прочим, между гельветикой и универсом. Очень удивительно. Люди, они как бы не очень учитывают универс. Иногда мне присылают какой-то набор книжный и говорят, что это за шрифт. Это вроде не франклинготик, не гельветик, а легко читается. Я говорю, это универс. Потому что универс чуть-чуть более разных ширин. И универс чуть-чуть более контрастный. У универса есть вот эти мелочи, которые буквально один миллиметраж. Но это позволяет ему быть еще более читабельным, чем гельветика, которая идеально выхолощена. Которая для больших размеров. Понимаете? Так, сейчас я забегу вперед. Вот. Итак. Статические шрифты. Старые статические шрифты. Их улучшенная версия, новые статические шрифты. Нео-гротеский, старые гротеские. Давайте договоримся о том, что я сейчас буду применять термин «гротеск» именно к статическим шрифтам, к статическим рублямам. В начале, вы помните из прошлой лекции, в начале 20 века появляется новый вид антиквы гуманистической антиквы. Помните, как возвращение к самому первому антиквы антиквы. В то же время появляются новые гротески. Эту группу гротесков можно положить в одну кучку, которая называется «динамические гротески». Гротески разноширинные. Причем они появляются сразу абсолютно двух диаметрально-противоположных типов. Гуманистический и геометрический. Если мы посмотрим на этот шрифт, первое, что образуется, большая динамика шрифт. Обратите внимание. Очень гуманистическая динамика шрифт. Если сравнить это с предыдущими рублеными шрифтами, которые называются, кому можно сказать, «гротескими странами», то здесь динамика шрифт очень сильная. Видите? Это его строчные. Во-вторых, этот шрифт полностью открыт. То есть у него абсолютно открытая перту. Видите? В принципе, этот шрифт считается прародителем Гиль Санса. Хотя сам Эрик Гиль очень этот шрифт ругал в своей книге. И вообще к этому шрифту очень много претензий. Во-первых, здесь нет оптической компенсации горизонтали и вертикали. Сейчас, когда мы делаем шрифт, мы знаем, что вертикальные линии оптически выглядят тоньше горизонтальных. Знаете, кстати, почему? Потому что мы видим все в перспективе. Горизонтальную линию мы воспринимаем как широкий стол, который для нас должен быть чуть-чуть шире. А эту линию мы воспринимаем как длинный и узкий. Понимаете? Поэтому, чтобы горизонтальная и вертикальная линии выглядели одной ширины, вертикали должны быть чуть-чуть утолще. Поэтому мы их воспринимаем одинаково. А здесь такого нет. Во-вторых, здесь нет никаких компенсаций. То есть считается, что мы рисуем круг, при заходе круга сюда мы его чуть-чуть утончаем, чтобы здесь не было вот такого черного пятна. Здесь этого тоже нет. Но, с другой стороны, если учесть, что этот шрифт был сделан для больших размеров, для плакатов лондонской подземки, то, естественно, как бы, я не думаю, что Эдвард Джонсон не понимал значения компенсации и, как бы, оптических вертикалей и горизонтали. Но вот такой вот странный шрифт. Это замечательная вывеска Дуглас Клевернон. Эрик Гильз был архитектором, не архитектором, он был скульптором. Он очень много, как бы, так же вырубал эти буквы на камнях и занимался летнигом. Он сделал вот эту вывеску Дуглас Клевернон, используя, в принципе, шрифт своего учителя Эдварда Джонсона. Когда мимо этой вывески шел арт-директор Монотайд, он подумал о том, что почему бы не издать английский сад. В то время очень гремела футура. Это другой динамический гротеск, геометрический, о котором я расскажу чуть позже. В принципе, по лекции он у меня идет раньше, но я считаю, что сейчас более правильно рассказать в начале про гуманистические шрифты. И они решили, англичане, кинуть ответку немецкому модному шрифту. Решили сделать свой, как говорится, гуманистический шрифт. И этот арт-директор Монотайд уговорил Эрика Гиля сделать шрифт, который в дальнейшем сейчас звучит, называется Гильсанс. Это такой первый динамический гуманистический гротеск. Если мы посмотрим на зарисовки Эрика Гиля Гильсанс, мы увидим, что тут тоже, в принципе, плод геометрии. Он делал этот шрифт по модульной сетке. Он делал этот шрифт с помощью циркульной линейки. И тут все просчитано. Но здесь геометрия следует за необходимой формой. То есть Эри Гиль, который все время резал эти коммунистические формы в камни, он прекрасно представляет, чего он хочет добиться. Поэтому здесь геометрия, она не формальна. Она следует за необходимостью нужной формы. Видите, то есть у него вот они смещаются в различные окружности и так далее, и так далее, и так далее. То есть сложные геометрические построения. Вот, это вот построение в Ухуджи. Видите, Гильсанс? Это его... Гротеск. То есть гротеск 30-х годов, довоенный, английский гротеск очень связан с этой самой. Как и Клориндон. То есть Клориндон это британский брусковый. Бритчерс гротеск тоже изначально стал гротеском, который использовали лондонские железные дороги, а потом в дальнейшем и все британские железные дороги. То есть мы до сих пор встречаем этот шрифт вот в британские железные дороги. Если вы зайдете в азбуку вкуса, вас там встретит Гильсанс. Понимаете? Гильсанс использовал Ильян Чихолд для пигвинбукса. То есть Гильсанс был очень любимым модернистами. Гильсанс использовал свои типографики даже Ильяс Даниевич. Когда он набирал совершенно сумасшедшую книгу для Пикассо, он использовал Гильсанс. То есть этот шрифт в принципе был очень любимым модернистом. Статические гротески. Сейчас я вам рассказал про один тип динамических гротесков, гуманистические. Второй тип динамических гротесков был инспирирован совершенно другими причинами. Формальной геометрией. Связано это все вообще с общей позицией искусства на то время. Если вы помните кубизм, конструктивизм, помните модернизм. То есть архитекторы, чертежники пришли в искусство. В то время поиски идеала были связаны с поисками математического расчета. То есть считалось все, что просчитано математически, значит должно быть идеально. Школа Баухаус это был оплот вот такого математического модернизма. Причем я имею ввиду школу Баухаус позднюю Дессау. То есть школа Баухаус в Неймере это были больше футуристы, а уже в Дессау они были уже модернизмы. В то время школа Баухаус тоже занималась шрифтом. Изначально они строили вот такие геометрические шрифты. Это шрифт Юсташа Шмидта, автора, кстати, логотипа Баухауса. А это шрифт Герберта Бауэра, его из первых и главных директоров школы Баухауса. Это шрифт Герберта Бауэра, который использовался внутри Баухауса для табличек. Вот туалет, например, и директорская. Писались вот таким вот шрифтом. Видите? То есть шрифт достаточно математически очень просчитанный. Это, собственно, шрифт Юсташа Шмидта. Тоже сделанный по геометрии, очень равноширенный, очень закрытый. Потом, в дальнейшем, когда я вам буду рассказывать про Дины, вы должны вспомнить этот шрифт. Сама идея вот такого математического расчета шрифтов у немцев появилась намного раньше Баухауса. Это система Соникина 1887 года, в которой с помощью набора стандартных геометрических примитивов предлагалось получить любую букву. Видите? Это система письма 1915 года, в которой с помощью набора шаблонов геометрических тоже было возможно получить любую букву. То есть букву уже к гротескому практически геометризировался и трансформировался в такой набор шаблонов форм. Это шрифт Макса Бурханца, это один из преподавателей Баухауса, архитектора. Вот у него был такой геометрический, очень гротеск. Тоже 1015-1914 года. Очень интересные шрифты Йозефа Альберца. Это тоже один из преподавателей Баухауса. Он делал вот такие трафаретные шрифты из набора примитивов. То есть, в принципе, считается, что из набора вот этих вот трех примитивов, супрематический шрифт, можно сказать, что из набора вот таких супрем можно получить любую букву. Собственно, сам шрифт выведел вот так, видите? Вот тоже это шрифты из школы Баухауса. Вот он, шрифт Йозефа Альберца, вот этот набор супрем, и вот, собственно, любая буква из этого набора супрем можно получить. Это шрифт Штоннон, шрифт Герберта Бауэра. Сейчас он существует в цифре. Это вот один из шрифтов Баухауса, который, в принципе, сейчас из набора. Мы можем видеть, что, во-первых, это шрифт как раз именно тот тип, который называется не равнуширином, а моноширином. То есть, тут все буквы практически стремятся, видите, к одной ширине. Вот. Не напоминает вам логотип? Да-да-да-да. Вот это все. Помните, я вам показывал типографических монстров вегетарианского периода? Это статья, которая называется «Новая типографика сомневаемся». То есть, статья, в принципе, от типографических монстров наносила с начала уже 20-го века. В этой статье показан шрифт Штоннблон с Герберта Бауэра, показан шрифт Йозефа Альберта, показан нью-пластик шрифт Курта Швиттерса. Курта Швиттерс – это вообще отдельная персона. Это, как говорится, пострел, который везде поспел. Такой, знаете, он так любые шрифты делал, коллажи и ready-made и так далее. И, наконец, внизу мы видим очень интересный шрифт, который называется «Футура Пола Риньер». Это самая первая версия «Футура». От Пола Риньер пришел Герберт Бауэр. Пола Риньер тогда был арт-директором рекламного агента. И сказал ему, давайте сделать нам новый геометрический шрифт. Но Пола Риньер пошел в другую сторону, чем все до этого творцы Баухаус. Они до этого делали равно ширине шрифты. А Пола Риньер подумал, если геометрия настолько дает гуманистические формы, то есть действительно у нас О круг, а если все буквы с диагоналями делать под одним углом, они тоже будут разно шириной, то почему мне сделать гуманистическую динамику ширины? То есть, в принципе, Пол Риньер сделал прописные с динамикой капитальных квадратов. Понимаете? В этом шрифте мы еще видим очень странные формы, потому что шрифт формально геометрический. То есть, тут не как в гильсанте геометрия следовала форме, а наоборот форма следовала геометрии. То есть, это упор, это геометрический шрифт. Тот же самый принцип, как я понимаю, и в гиле, по поводу больших букв. Гиль, он тоже максимально разно шириной. Я имею в виду тот же принцип римских капиталов. В ширинах. В ширинах. В динамике ширинах. Да, именно поэтому эти шрифты кладутся у лукошко-динамических. Потому что и там, и там динамика максимально гуманистична. Понимаешь? И в гильсанте, и в футуре. Это важный фактор. Самая первая футура, вот они, эскиза, выглядела она вот так вот. То есть, посмотрите на прописные, видите, максимальная динамика ширина. Некоторые странные формы устрочных, от которых потом отказались. Футура на самом деле на ней работала не только по уровню. Футура дотачивалась еще целым штатом художников, шрифтовиков фирмы Герберт, славолетняя как бы Баура. В футуре изначально были два набора цифр. Прописные и строчные. Кстати, вот связано с фотонабором. И смотрите, большинство шрифтов, как только появился фотонабор, потеряли строчные и минусные цифры. Потому что на этом круге не было места. Понимаете? Не было достаточно места для всего набора знаков. Поэтому в первую очередь решили отказаться от строчных. Футура также потеряла строчные цифры. Современно в реализации футуры строчные цифры добавили. Это одно из самых первых представлений футуры, еще ранней первой версии футуры в печати 1925 года. в журнале «Типографик» Миттель Люгента, «Типографический вестник». То есть мы видим, опять-таки, здесь еще достаточно странные трехногая «Т», вот такая «П», строчные цифры, но в принципе шрифт уже начинает более-менее устаканиваться. И, наконец, вот эта самая обложка самого первого каталога футуры 1927 года, когда они его поточили и выпускали. В первую очередь футура вышла в трех начертаниях. То есть была тонкая, средняя, толстая. Но эти были со строчными цифрами еще, а в толстом начертании строчных цифр не было. Футура тоже чрезвычайно разрекламированный шрифт. Была огромная рекламная кампания, основанная на течении конструктивизма, модернизм. Футуру подавали, как шрифт для фотомонтажа. А вообще понятие фотомонтаж – это было понятие конструктивистов. До этого это все называлось холлаж. Именно конструктивисты внесли марксистскую промышленную технологию. Они очень любили свои творения называть промышленными именами. Они старались всем доказать, что они не художники, а не пролетариат, рабочий класс. Мы не занимаемся коллажом, мы занимаемся монтажом. У нас не композиция, у нас конструкция. Понимаете? Поэтому шрифт для фотомонтажа. В дальнейшем Футура очень быстро, кстати, заняла, сменила дело и стала гламурным шрифтом. Понимаете? Геометрические гротески сейчас очень применяются в гламурных вещах. Один из таких ярких геометрических гротесков, который мы все знаем – Готхан. Изначально был сделан для журнала «Обуха». Это один из самых первых примеров использования Футуры в плакате. Лестиков – это русский конструктивист, сделал типографический плакат с Футурой. Видите, 1927 года, еще за прошлицы. И, наконец, это уже третий каталог Футуры. Не второй, а третий. «The Time of Today and Tomorrow» – футура. Дико-разрекламированный шрифт. Шрифт, ставший очень популярным в Европе. Именно Гильсанс, и они решили, то, что я говорю, кинуть отвеску. То есть, сделать что-то английское свое, грубо говоря. А уже в 1932 году появился «Футура Блэк». Мы все узнаем шрифт Йозефа Альберса. У нас он кирилизован и продается под отдельным названием «Футура Евгения». И вот тут мы уже можем говорить о таком художественном течении, как арт-деко. Собственно, что есть такое арт-деко? Это модернизм украшенный. Это модернизм без философии модернизма. Это модернизм, но не функциональный, а именно стилистический. Понимаете? Про арт-деко мы еще поговорим чуть-чуть попозже. Чтобы понять отношения, и вот ты вот как раз точно поднял этот вопрос, тебе сейчас будет очень интересно. Чтобы понять отношения между «Футурой» и «Гимсаксом», нужно вспомнить еще пару шрифтов незаслуженных запытков. Один из них – «Эрбар Гротеск». «Эрбар Гротеск» появился раньше «Футуры». Он вышел в 1926 году. Точно известно, что Яков Эрбар и Пол Риньер подсматривали друг у друга. Яков Эрбал был бы на презентации «Футуры» в «Баухаус». После того, как вышел «Эрбар Гротеск», «Футура» изменила форму некоторых букв в сторону более стандартных. «Эрбар Гротеск» сейчас у нас кирилизован. Вернее, даже не сейчас, он кирилизован в 60-х годах под названием «Журнальная рубленная». Сейчас недавно породает выпускную обновленную версию «Журнал Санс Нью». «Журнальная рубленная новая». «Журнал Санс». В принципе, в латинице это геометрический гротеск старого типа, динамический геометрический гротеск 30-х годов, «Эрбар Гротеск». И второй шрифт, который я предлагаю тоже добавить для сравнения, он называется «Метро». Уильяма Дигнса. Шрифт «Метро» изначально в первой своей версии был чрезвычайно гуманистический шрифт. Если мы на него посмотрим, мы увидим, что это практически прямой курсив. Но после того, как вышла «Футура», вышла «Метро номер 2», который стал геометрическим шрифтом. Динамическим геометрическим шрифтом. Видите? Вот они все наши четыре шрифта. «Футура», «Эрбар Гротеск», «Журнал «Нерубленная», «Метро», «Гильсанс». Все четыре максимально динамичны по шрифту. Видите? Абсолютно гуманистическое динамическое решение. В «Гильсансе» она даже чуть меньше вот из-за такой странной буквы «М». Помните, я вам рассказывал, что эту букву «М» я, при себе, называю английское «М». Это вот «М» из средневековых английских типов письма. Но, если мы будем смотреть на апертуру, мы обнаружим достаточно странные вещи. «Журнал «Нерубленная»» — это тот шрифт, с которым апертура приоткрыта. Видите? «Футура» — в нем апертура очень странная. Во всех буквах она приоткрыта так же, как в «Журнал «Нерубленной», а в букве «С» она максимально открыта. Обратили внимание? Это сделано, потому что «Футура» — это немецкий шрифт. А в немецком языке после буквы «С» скорее всего будет следовать буква «H». Чтобы буква «С» стояла рядом с «H» не мешали друг другу, он ее сделал открытой. Но, в принципе, «Журнал «Нерубленная» и «Футура» — это суть шрифты полузакрытые, геометрические полузакрытые шрифты, несмотря на букву «С» в «Футуре». «Метро» и «Гельсанс» абсолютно открыты. Видите? Но почему-то вот это считается гуманистическим, а это геометрическим. Посмотрите на букву «С». Если мы посмотрим сюда, это обрезанный кружочек. Видите? А здесь немножечко вытянутые концы вперед. Если мы посмотрим на наплывы, то вообще все становится понятно. Видите, какие наплывы у меня? И буква «Е». Она немного вытянута вперед. Здесь она, в принципе, обрезана. Вот это вот разноширинные динамические шрифты, достаточные динамикой ширины 20-30-х годов. Поэтому эту группу шрифтов можно положить и гуманистические, и геометрические. В одну копилку динамические. То есть у нас были статические, старые, новые. Появились динамические, гуманистические и геометрические. Понимаете? А вот это новые геометрические шрифты. И мы можем увидеть, что динамика ширина намного более сглажена. Посмотрите наверху на годово. Сравните букву «Б» и букву «О». Вернемся к футуре. Посмотрите. Буква «Б» какая она узенькая, и буква «О». Видите? Также «ОПи». Вот сравните «Футура» и «Готхан». Видите? Буква «Пи» уже уши расширилась. Современные геометрические и гротески, и вообще все современные шрифты стремятся к меньшей динамике ширин, чем шрифты 30-20-х годов. Не знаю почему, мы потом вернемся к очень таким разнудным по динамике шрифтам. Я считаю, что это хорошо. В моем понимании динамика шрифта – это некий подсознательный глюв текста. То есть ровные шрифты. Они строгие, они такие. А динамика – это уже… Понимаете? То есть там уже идет некий танец в шрифте. И подсознательно это воспринимается как живость шрифта. Вот именно в моем понимании. Геометрия ГНМ Досарян. Что? К поводу динамики ширинок и ширинок буквы и… Отношения. Значит, что такое динамика? Это разброс показателей. Да, это понимание. Значит, у нас есть разница в ширинок букв больше или меньше. Есть узкие буквы, есть широкие буквы. Чем больше разница между ними в ширинах, тем больше динамика ширинок. Значит, это не динамика шрифтов или на… Что значит динамика шрифтов? Не динамичность, а динамика. Динамичность и динамика – это немножко разные вещи. Динамичность – это как бы скорость в линии. Динамика – это разброс показателей. Понимаете? Вот. Теперь два шрифта. Обратите внимание. Неоднозначных шрифта. ЦС, Саша Караковой, который изначально продается как геометрический шрифт. Но если мы на него посмотрим, особенно на наплывах, посмотрите, какая здесь геометрическая. И геометрия Гейне-Багнатарян тоже полностью открытый шрифт. Но если мы посмотрим на С, мы увидим, что тоже это не идеальный круг. Видите? Саша Каракова потом в ЖЖ написала, что она назвала свой шрифт Церцея, потому что это двуличная богиня, которая может повернуться как геометрической стороной, так и гуманистической. Я думаю, что она совершенно искренне, когда затевала этот шрифт, хотела сделать геометрический гротеск, но не смогла сдержать свои порывы к гуманизму. Саша Каракова, у нее все шрифты чрезвычайно гуманистические. Понимаете? Поэтому лично я бы вот этот шрифт положил бы в копилку, в лукошках гуманистическим. Понимаете? Не геометрическим. Гейне-Багнатарян сделал их более геометрический вариант, но тоже формально отступление от геометрии тут достаточно большие. Хотя этот шрифт как раз можно назвать геометрическим. Понимаете? Это динамические шрифты. А разница между динамическими, гуманистическими и динамическими, геометрическими, в принципе, не очень большая. Геометрические шрифты сейчас можно разложить на три лукошка. Я вам сейчас показал геометрические полузакрытые, футура, журнальные рубежки. Геометрические открытые. Геометрические открытые – это вот геометрия или, например, церцер. Правильно? Геометрические, которые всегда открыты. Геометрические шрифты, они могут быть закрыты априори. Чуть позже я вам покажу геометрические закрытые шрифты. То есть, если мы будем классифицировать шрифты рубленые, у нас есть группа статические, которые формально можно разложить на старые лукошки. У нас есть группа динамические, которые можно разложить на гуманистические и геометрические. Геометрические можно разложить на геометрические открытые, геометрические полузакрытые и геометрические полностью закрытые. Гуманистические всегда будут открытые, но гуманистические открытые старые, они по ширинам динамические. Гуманистические открытые новые, гуманистические открытые новые, они по ширинам. более равно шрифт. У них есть динамика шрифта, но эта динамика шрифта намного более сглажена, чем шрифты 20-30-х годов. Видите? Это вот три современных гуманистических шрифта. Мероид, Санс Лукас Грота и ВТСанс. Видите? Все три объединяет открытость апертуры, гуманистичность наплывов и полуобалов. Видите? Особенно видно это вот здесь. Вход, вывод. Вход, вывод. Вход, вывод. Но от Гиля, Санса и Ижи с ними эти шрифты отличают пониженная динамика шрифта. То есть все современные гуманистические гарнитуры, у них динамика ширин сильно пониже. Видите, да? Современные гуманистические шрифты, как я называю, наследие Эрика Шпикерман. Это шрифты равно ширины. Шрифты типа Мета, которую выпустил на 80-м году, которую назвали новой гильветикой. Очень открытый, очень гуманистический по своим как бы кривым шрифтам, но при этом очень равно ширин. То же самое официн. Успех этих шрифтов, по-моему, этим обеспечен. С одной стороны, это открытые, дружелюбные шрифты, а с другой стороны, сухие, официальные, застегнутые, равно ширины. Шрифты банковские. Понимаете? Официнно, что с ними взяли? Вот. Это вот наверху. Видите? То есть, очень гуманистичные наплывы, но при этом динамика ширин минимальная. И мы видим еще одну брусковую версию этого шрифта. Поэтому я вам хочу сказать, что современная классификация брусковых следует за гротесками. То есть, если в викторианский период гротески воспринимали как брусковый шрифт, у которого потерялись засечки, сейчас мы понимаем брусковый шрифт как гротеск, к которому прибавили засечки. Поэтому брусковый следует классификацией за гротеском. Есть брусковый статический, который как называется? Египетский. Поняли? Это самый первый вид брусков. Потом появились брусковый динамический, брусковый геометрический и брусковый гуманистический. Вот это, например, брусковый гуманистический. Вот. Ой, пардон. Окей, про брусковый геометрический чуть попозже скажу. А это еще один из новых гуманистических шрифтов. Так, слайм. Видите? Ровноширинный, открытый, очень гуманистичный в натуре. Вот. Видите? То есть наплыв уже асимметричный. Нельзя в наплыве провести линии селенные. Вот. Но при этом динамика ширин, в принципе, хоть и присутствует, но она более-менее сложная. Вот. Недавно вышел для Вести Санс. Если вы помните, тоже из этой же серии. То есть это, в принципе, ровноширинный гуманистический гротеск. Хорошо. Сейчас сделаем перекур и продолжим дальше. Продолжение следует.